Итак, друзья, пока у нас биткоин пробивает 50 тысяч долларов, шедевральный рост, пока Эванс спит, рынок себе растет. Бедные шартисты! Но сегодня ролик не об этом. Сегодня второе видео. За два дня Эванс начал работать, ё-моё, потому что рынок растет и меня это мотивирует. И ваша активность под предыдущим роликом просто пробивает любые отметки. Биткоин так быстро не растет, а вот наш канал растет очень быстро. Поэтому, друзья, сегодня очень простая тема, простым языком о нашем любимом проекте с точки зрения бизнеса, заработка и почему он будет успешным в будущем. Это, друзья, салан. Поэтому устроимся поудобнее. Чаёчек, кофеёчек, хорошее настроение, хороший духмяный чай с мёдом. Буду сегодня с вами его пить и вам того же желаю, если вы не приготовили чаёчек, я иду к вам. Ну и маркетмейкер в том числе. Поэтому пьём чаёчек и понеслась. Итак, на секундочку. Наша любимая салана. Один с половиной миллионов активных аккаунтов. А юзеров и NFT-шеров разных дегенов здесь просто мама не горюй. NFT сменьшено 22 миллиона штуки. Понятное дело, что большинство из них это просто способ манипуляции, способ отобрать у бедных хомяков их саланки. Ну а потом их продать, если получится, если вырастет. Ну и друзья, средняя цена за одну транзакцию очень низкая. В сотни раз меньше одного цента. Ну и скорость это очень важно, потому что все, кто пользуется NFT-шками и гоняют свои средства через сеть Саланы, им очень нужна скорость. Сегодня всё это с вами рассмотрим, поэтому давайте-ка заряжайтесь уже, потому что рынок в самом разгаре. Чё сидим, чё в унынии. Всё же хорошо, господа. Заслужили мы данный рост. Ещё то ли ещё будет. Всё вам сегодня покажу. В плане альт-сезона ещё пока не время. Но пока надо потерпеть. Поэтому терпим и едем дальше. Друзья, у нас буквально за 30 дней салана мобайл приордером продали 100 тысяч девайсов. Это, я считаю, шикарный мейлстоун, потому что это 45 миллионов долларов. Это именно то, как они монетизируют свои продукты. Я думаю, что они сделают что-то полезное для инвесторов, потому что мы, по сути, инвестируем в раннюю стадию разработки их смартфона. Там очень много всего прикольного. У кого была первая версия этого телефона, там и аппаратная такая защита, куча интеграций. По сути, аналог андроида с кучей разных уже интегрированных, децентрализированных приложений. Поэтому, друзья, ещё где-то 24 часа и цена этого приордера будет подниматься. Поэтому, если вы ещё не успели купить, то сегодня последний день. Мы это всё заказали. На сообщество где-то 50 штук мы заказали, если я не ошибаюсь. Поехали дальше. Что же они будут за это всё давать? Само собой, самое главное, это первых инвесторов удовлетворить. И кто из вас заказывал первую версию, и разные сага пассы насыпали бонка. И бонк полетел в космос, и это была шикарная маркетинговая компания, которая и привела адопшен в Солану ещё больше. Думаю, что и в этот раз они тоже сделают что-то крутое. Куча разных интеграций и от Бэкпака, от Тенсора, Юпитера, Фантома, Солфлеера, Маджикадена и Дриппа. Ещё куча будет здесь компаний, в том числе и Хелиум. И очень много проектов запускается именно в сети Соланы. Поэтому, друзья, деньги идут в эту сторону, поэтому я тоже здесь сижу, за этим всем наблюдаю, и меня пока всё устраивает, я доволен. Поэтому, кому это всё нужно, друзья, ссылочка в описании, всё очень просто. Нажимаете кнопочку приорда по ссылочке и заказываете себе, покупая с карты или с помощью Солана Пэя. Там очень всё просто, думаю, разберётесь. Поехали, друзья, дальше. Экосистема. Тут куча DAO-проектов. Тенсор есть. Реалмы от Хелиума, где можно отделегировать свои монеты Хелиума. Кто не в курсе, приходите к нам в сообщество, расскажем, покажем. Ораклы. Вормхолл интеграция. Куча разных Дексов. И очень много Дефи-проектов. Орка, Юпитер, Сваплки, Маринет Файненс, Манго. В общем, экосистема, наполненная очень большим количеством проектов. Очень крутые бэкеры. Дальше всё это с вами рассмотрим. По поводу технической картинки, друзья. Эту картинку мы с вами рисовали очень давно. Сравнивали капитализации Солана и Эфириума. Сегодня очень быстро. Поэтому я очень быстро несусь, чтобы вы всё это успели понять, друзья. Я считаю, что нужно сравнивать Солану на ранней стадии. Так же, как делал и Эфир. Он очень сильно вырос. Где-то на 300 тысяч процентов. Это был сумасшедший рост. После большого падения и кучи проблем уже все его хоронили. Стоил он тогда 83 доллара. 95 процентов падения было с пиковых отметок. Примерно 3400 долларов был пик. Очень длинное накопление. Ну и потом с 83 долларов мы прилетели в 4000 долларов. 4600, если быть точным. Почти 5000. В рамках роста Соланки 55 тысяч процентов. Ну и, друзья, падение 96 процентов. Примерно такое же и тоже куча проблем. Так получается, что у всех этих проектов именно в рамках Медвежки какие-то проблемы возникают. Тоже накопление. Я немножко ждал его подольше. Вот он рост 700 процентов. Вот мы сюда его дали. Гляньте, вот он есть. И, друзья, мы над этим уровнем закрепляемся. В рамках Эфира такая же была, друзья, структура. Вот она, эта отметка. Тоже под этим уровнем. И потом еще рост, ну и в сумме с дна 5000 процентов. Если это все накинуть на этот график и предположить, понятное дело, что история не повторяется, но она рифмуется. Можно сказать, что Соланка с легкостью может сделать 300-500 долларов, а то и выше. Я считаю, что она займет свое место достойное в блокчейн-тематике. Особенно в плане NFT. Это уже стал такой хаб для NFT. В плане новостей. У нас, друзья, Tensor, это один из маркетплейсов на Соланке, перебил по торговым объемам OpenSea. И это все-таки чего-то достой. Вот, сегодня все это с вами посмотрим. И в стейкинге очень много, друзья, монет. Я еще полез на Nansen посмотреть, сколько вообще монет на биржах лежит. Вы будете сегодня в шоке. Поэтому поехали дальше. Поэтому, друзья, считаю, что 300-400-500 долларов может быть. Я на это делаю ставку своими деньгами. Я готов держать. Я инвестор, не спекулянт. Не выхожу, не перезахожу, не перекупаю. Я в это верю. Это моя ставка. Ну, а вы делайте свои выводы и принимайте свои взвешенные решения. Едем дальше, друзья. По поводу стейкинга. Итак, господа, у нас примерно 67% монет за стейкана. То есть, 33% монет. Они ликвидные в разных протоколах и плюс на биржах. Все остальное у нас в стейкинге. Они не ликвидные. Да, идет обмен. Одни снимают, другие закидывают. Но, по сути, 67% держатся. Вот такие дела. Инфляция небольшая. Думаю, что рано или поздно они будут что-то с этим делать. Плюс еще с комиссиями за транзакции. Потому что у них будут с этим проблемы огромные в будущем. Я думаю, что Яковенко с командой что-то для этого придумает. Главное, что это функционирует и работает. Да, иногда это отваливается. Но если посмотреть на длительную историю, то, в принципе, 99% аптайм сети это хороший показатель. Даже самые крутые банки и централизированные структуры имеют какой-то шанс, что они будут иногда падать и что-то будет отваливаться. Это, в принципе, нормально. Это технологии, это разработка, это IT. Поэтому, друзья, только если что-то ломается, это можно оптимизировать, выявлять дырки. И с этим работает каждая сеть. В том числе и эфириум и другие проекты. В том числе и космос. Просто вы можете не замечать, что у них ломается. Очень быстро фиксится. Вы этого не замечаете. Но аптайма 100% нет практически ни у кого. Поехали дальше. По объемам и по TVL. Друзья, в плане дексов у нас, само собой, на первом месте Uniswap, Pancake и Curve Finance. Но на четвертом и пятом месте есть Orca и Radium. Здесь немаленькие объемы, друзья. За 7 дней примерно 2 миллиарда на Orca и на Radium 1,4 миллиарда долларов. Это вам не шутки. Это много. Это все-таки много. Это всего лишь одна сеть. Дальше, друзья, у нас в плане деривативов. У нас, само собой, доминирует Arbitrum и Эфириум. Didex, Vertex, Hyperliquid. Есть Drift. Он на четвертом месте. По деривативам. Вот эта площадка. Вам ее покажу очень быстро. Довольно мило сделана. Можно открыть разные позиции. В том числе и фьючерсные. По сути, по деривативам. С помощью своей любимой соланки. Поставить сделку Long или Short, если вы умеете это делать. Это все очень высокорисковая история. Плечи, все дела. Не умеете работать с риском, не лезьте. Но это показатель, что на это тоже есть спрос. 200 миллионов в рамках 24 часов. При том, что на Didex, Vertex и Hyperliquid 800, 800 и 300. Ну, практически с Vertex сравнялись. Друзья, это тоже показатель. Едем дальше. Что у нас, друзья, по TVL? И что же такое этот TVL? Читаю вам, что это такое. TVL. Total Value Locked. Это показатель, который измеряет сумму всех активов, заблокированных в протоколах DEFI на блокчейне. Это включает в себя криптовалюты, стейблкоины и другие цифровые активы, которые в этом блокчейне крутятся, оперируются и лочатся разными пользователями. В том числе и стейки. Поэтому, друзья, на первом месте, само собой, Эфириум 47 миллиардов. Трон 8 миллиардов. Майнент смарт-чейн 4,6 миллиардов долларов. Арбитрум 3,5. Ну и практически подходит к Арбитруму. Солана 3,3 миллиарда долларов. Это, друзья, много. Поэтому я считаю, что это тоже показатель. Поэтому у меня в Соланке тоже немало денег лежит. В плане Ораклов очень много проектов запустилось в этом полугодии на Солане. Это и Пиф. Эхелиум переехал со своей сети. Сделал миграцию на Солану. Юпитер и так далее. Тоже дальше все это посмотрим. В плане Юпитера. Ну, допустим, я хочу свапнуть самоеда на USDC или на Соланку. На Соланку. Вот. Допустим, я хочу вот 1 миллион самоедов свапнуть на Соланку. Здесь всегда пишется путь. Самый оптимальный путь подбирает для вас Юпитер. Итак, друзья, самоед, значит, идет в Орку, потом в Рейдиум, опять в Рейдиум, меняет на Рей и потом на Соланку. И 20% идет в Орку, меняется на USDC, потом на Соланку. И все это прилетает вам. Всякими частями. Вот. Самый лучший путь для вас подбирает Юпитер. В том числе и Рейдиум делает то же самое. Лимитные ордера можно здесь выставлять, если вы не хотите покупать по маркету DCA Grid есть. Бридж есть. Очень крутой. Тут три способа бриджить активы. Сразу же напрямую от разных компаний и разных проектов. Вот есть AllBridge, есть Mayan и есть DeBridge. Я общался с этими ребятами с AllBridge и с DeBridge. Очень прикольные продукты делают. Поэтому мы можем с вами очень быстро забриджить наши активы. То есть поменять их с одной сети на другую. Допустим, у нас есть 1000 USDC в сети эфира. И мы хотим 1000 USDC в сети Соланы. Чтобы это все не делать через биржи и через разные площадки, мы будем делать это все через посредников. Через компании. Вот. Mayan, AllBridge и DeBridge. Можно все это сделать через WarmHall. Вот это тоже у нас бридж. Мы берем эфириум и свапаем на врейпнутый эфириум на Солане. Если нам это нужно для DeFi индустрии. Подключаем два кошелька. Один на эфире, один на Соланке. И свапаем. Или наоборот. И он рэмп. Это мы можем взять 1000 USD. И сразу же их конвертировать через разных посредников в Солану на своем кошельке. По сути, это вы будете платить или с карты 0% комиссия. Через разных посредников. Пока у них он вроде бы один. Да, это Меркурио. Тоже какой-то интересный проект. Ну и, друзья, тоже есть, как я понял, фьючерсы. Да, на Соланку, на эфириум и на врейпнутый биткоин. Тоже, как я понял, на Солане. Long Short и плечо. Вот. Изучайте, читайте. И вот они даже используют в рамках Oracle и поставщика котировок Peace Network. Вот такие дела. Очень прикольно сделано. Потому пользуйтесь. Очень хорошая оптимизация по комиссиям. И есть вкладочка еще Earn, где можно брать Юпитер Пул, Соланку сюда свою добавлять. В общем, читайте, изучайте. У меня на это времени нет. Я таким не занимаюсь. Хотя хочу потратить очень много времени на DeFi индустрию и вам о ней рассказать. Потому что мы этим занимались еще два года назад. Это очень интересная тематика. Очень высокорисковая. Там огромные деньги. Но я думаю, что уровень аудитории нужно поднять перед тем, как уже идти этим всем серьезно заниматься. Дальше. Radium. Тоже огромные объемы. Наша старая площадка. У кого Radium остались. Можно все это менять. Свапать. Пулы ликвидности. Есть довольно-таки хорошая доходность. Давайте посмотрим, что у нас в пулах здесь. А в пулах у нас 200 миллионов долларов TVL. Это тоже немало. Вот думаю, что на пике рынка будет больше. Вот разные проекты здесь можно добавлять. В общем, изучайте. И самое прикольное, чем я здесь занимался, это, друзья, акселератор. Можно свои Radium здесь лочить, получать билеты и участвовать в разных проектах. Здесь были такие проекты. Давали по 200-300 иксов. Генопец были. Грейп. Defiland дал 200 иксов. Это было шикарное время. На пике рынка думаю, что он себя покажет. В том числе и сейчас его цена восстановилась очень хорошо, потому что очень сильно падла. Думаю, что вы уже это видели. В общем, друзья, были хорошие времена, ну а мы едем дальше. А дальше у нас что же у нас с альтсезоном? Потому что все это будет связано. И Самоед, и Соланка, и Пифнетворк, и Юпитеры, и Хелиум. И все это связано с Соланой. Поэтому, если она растет, то они тоже подтягиваются. В плане альтсезона я считаю, что это мое четкое убеждение, что не будет никакого сильного альтсезона, пока у нас биткоин не обновит свой all-time high. Но это может случиться в ближайшее время. Потому что мы видим, что с каждым витком, чем больше людей не верят в рост, тем быстрее он наступает. Друзья, давайте посмотрим с вами на такую интересную маленькую закономерность. Как только у нас цена биткоина пробивает свои all-time high, у нас данная метрика это total 3. Это капитализация всех альткоинов без биткоина и без эфира. Как только у нас биткоин переписывает свой all-time high, только тогда начинается вот отсюда рост по альтам. У нас то же самое сейчас здесь. Мы пока еще с вами вот в этой фазе находимся. Абсолютно идентичная ситуация. Мы пробили данную отметку, оттестировали, закрепились и потихонечку идем вверх. Где-то вот здесь на all-time high биткоина начнется сумасшедший альтсезон. Поэтому, пожалуйста, удержим наши активы. Понятное дело, что могут быть коррекции, но мы сюда пришли именно поучаствовать в этой самой сильной фазе роста. Но я вас уверяю, что уже большинство людей скинули свои активы. Поэтому это именно они будут потом на FOMO покупать у нас наши активы. Хотя, Сашка, мне все равно никто не поверит. Все уже давно продали, поэтому... Ну да ладно, кто-то же должен на этом рынке терять. Поехали дальше. По поводу NFT-маркетплейсов. Очень много здесь людей. Было и на Медвежке, и на Бычке будет еще больше. Думаю, что NFT-тематика рано или поздно нащупает свой тренд и останется. Она уже никуда не уйдет. Это целый рынок. Здесь очень много комиссий. Люди зарабатывают. Очень много художников разных компаний сюда приходит. Это уже никуда не уйдет. Это только будет приобретать все больше и больше масштабы. Вот. Дальше, друзья, это я показал вам. Так, это у нас статистика по разным торговым объемам. И на NFT-маркетплейсах, и в принципе в разных сетях. На эфире у нас 27 миллионов торгового объема на NFT-маркетплейсах. Сегодня у нас на Соланке 10 миллионов. Вчера было просто 45 миллионов на Соланке. Просто перебили OpenSea. Но понятное дело, что это просто случайность. Иногда бывает, что кто-то кого-то перебивает, но они не конкурируют. Они коллаборируют. Поэтому не думайте, что кто-то кого-то убьет. Солана, Эфир, Космос, разные блокчейны с каждым днем будут больше с друг другом взаимодействовать и обмениваться аудиторией. Для меня Солана это проекты, где очень большие деньги заложены и они на этом зарабатывают. И как-то это нужно будет вынимать. Поэтому, друзья, понятное дело, что кто-то на этом потеряет. Но не забывайте, что потеря это не всегда просто потеря. Я могу потратить на комиссию. Я же трачу, я что-то куда-то перевожу. Я могу потратить на какой-то прикольный проект, купить какой-то прикольный продукт. Это не потеря, это я трачу. То, что я трачу, кто-то зарабатывает. Поэтому я считаю, что у Солана большое будущее. В том числе и у Эфира, и у Космоса. Поэтому я делаю огромную ставку на Солану. Ну, а продавать я ее буду только если увижу паранормальные движения. Пока я их не вижу. Это все для меня просто фаза перераспределения от слабых к сильным. Вот и все. Едем дальше. Проекты на Соланке. PIV Network запустился. Шикарный проект. Хорошенько растет. Никуда падать не собирается. Смарт-контракт на Солане. Практически миллиард капитализации. И 130 миллионов торгового объема. Это немало. Дальше. Хелю. Скамина. Которую все обзывали на долларе скаминой. Долистник Кирюхат. И нас засадил в эту скамину. Мы продаем, потому что габалина. 1,5 миллиардов капитализации. 28 миллионов торгового объема. Очень быстро он меняется. И, друзья, 9 долларов сейчас. Цена. График покажу уже ближе к концу ролика. Юпитер. Тоже 700 миллионов маркеткэпа. И 270 миллионов торгового объема. Тоже немало. Хотя монет в циркуляции пока очень мало. В плане, друзья, Соланки. На биржах. У нас, друзья, торговые объемы 3 практически миллиарда долларов. На Бинансе основной объем торгуется. На Коинбейсе, Окиксе, Байбите, Кракене и Кукоине. Друзья, я пошел на Нансен и посмотрел, сколько у нас Соланок на биржах. Значит, на бирже Бинанс на разных кошельках, их горячих, 13 миллионов монет, плюс 2 это 15, это уже 16,5, ну 17 миллионов монет всего лишь на бирже Бинанс. Из, друзья, из 430 миллионов. Примерно 67% в стейкинге, 13, 15, 17 миллионов монет у нас на бирже Бинанс или Бинанс, как вам угодно. Дальше. На бирже Байбит у нас Соланки еще меньше. У нас примерно 2 миллиона монет. На Коинбейсе еще там есть, но где-то, думаю, в сумме 30 миллионов монет, если есть, то есть 10% от всей циркуляции на биржах, это то, за что борется и покупатель, и продавец. Поэтому, друзья, никаких 50, 100, 200 миллиардов долларов не нужно, чтобы Соланка дала 2, 3 икса и стоила 200, 300, 400, 500 долларов. Это всего лишь цифра капитализации, она отображает текущую цену, умноженную на все циркулирующее предложение. Но у нас 67% в стейкинге и всего лишь на биржах 10, 15, максимум 20% монет. Это то, за что борется и покупатель, и продавец. Поэтому, чтобы цена росла, нужен и покупатель, и продавец. В общем, это в двух словах, а механика очень простая. Если у нас от цены 100 долларов до цены 500 долларов будет стоять примерно 10 миллионов монет, и покупатель будет все это покупать, то цена будет просто двигаться вверх. И много ресурсов на это не нужно. Поэтому, если Солана сможет привлечь разным хайпом, дропами, этими телефонами и всем остальным маркетингом, которые они очень круто делают, они очень много ошибок сделали, но исправились. Ах, да, самое прикольное, что они очень много ошибок наделали с первой версии своего флагманского смартфона. Они его поставили по цене 1000 долларов, и это был полный бред. Зачем мне покупать за 1000 баксов такой телефон, о котором я ничего не знаю. Да, купили его энтузиасты и не прогадали. Потому что Соланка понимает, что они просто продали девайс флагманский. Да, там есть куча приколов, но он того, в принципе, не стоил. Соланку раздали эридропам бонг, привлекли маркетмейкера, распампили цену. И все, все влюбились в Соланку, потому что дропы насыпали, бонг полетел в космос, и кто-то смог капитализироваться. Вот так они поделились со своими инвесторами и теми недовольными огромным количеством денег. Вот так эта история закончилась. Это уже вторая история, чаптер 2 от Солана Мобайл. Поэтому мы тоже будем в ней участвовать. Вот такие, друзья, дела. Фонды здесь заносили огромные деньги. Думаю, что многие из них еще не покинули рынок, а то и набирают. Я думаю, что есть очень много блогеров и ребят, которые считают, что все монетки и все блокчейны – это сплошная манипуляция, пузыри. И что не стоит это все покупать, потому что у фондов большие иксы. Но эти люди просто не понимают, что если так думать про каждую акцию, то это аматорство. Это не понимать механику рынка. Я купил по доллару и продал по 100. Я вышел, я сделал экзит. Другой инвестор у меня это купил, а я ему продал. Теперь он сидит от 100 и выше до 1000. И потом он ищет еще одного покупателя, продает ему это, и так рынок меняет руки. И вот так постепенно растет цена. А количество денег у нас в мире увеличивается, потому что они печатаются. Поэтому это просто фаза перераспределения денег и активов между разными инвесторами, разными компаниями и разными руками. Поэтому, друзья, ищите ваши гемы, ищите ваши крутые проекты. Я для себя свой список подобрал. Вы все мои портфели видели, изучали и смотрели. Все это есть на моем канале. Будем дальше все это обозревать. Я влюблен в Саланку, не по уши, не в цену, а в то, что они делают, как круто Яковенко делает маркетинг. Как он круто выходит с самых плохих ситуаций, которые у них получаются. Сколько разных таких меркантильных компаний пытаются их подставить. И Аламеда, и сам Бэткмен Фрид, и куча было проблем. И он смог с этого всего вырулить. Это для меня и показывает антихрупкость этого проекта, и я делаю на это ставку своими деньгами. Я считаю, что верить можно только тем, кто готов поставить и заинвестировать во что-то, веря во что-то, ставя на это свои деньги. Ну, а звездочки на балансе, разные портфельчики на CoinMarketCap, на CoinStats и так далее, это, друзья, для хомяков. Любой из вас может сделать YouTube канал, взять, завести портфель на CoinMarketCap, завести туда задним числом разные проекты и показывать всем через 2-3 года, как вы стали миллионером на цифрах. Продавать свои курсы и так стать реальным миллионером. А потом, когда у вас будут спрашивать, как ты стал миллионером, а ты скажешь, а я заинвестировал, вот теперь мой миллион, только он заработан просто на продаже разных курсов. Мы знаем таких блогеров. И, как говорится, не умеешь зарабатывать, продавай разные продукты. Это, друзья, конечно, Габеллина. Кто-то эти деньги тратит на развитие экосистемы, на продукты, на сообщество, а кто-то просто себе в карман покупает квартиры в Дубаях и так далее. Это, конечно, Габелла. Реинвестируйте, господа, заработали, реинвестируйте, стройте что-то, говорите о том, что все проекты плохие, придите, построите. Придите и построите, покажите нам, додикам, как это все строить. Друзья, как-то так, поэтому мы с вами ставки сделали, карты выложены. Ну и Хелиум к концу ролика. Друзья, падал он с 57 долларов, очень сильно, мы его потихонечку покупали. Многие говорили, что это все с камина, она укатается и больше никогда не вырастет. Ну, а мы с вами понимаем, куда мы идем. Вот такое шикарное накопление. И потом бах-бах-бах, и он уже 9 долларов стоит. Я думаю, что очень большие перспективы у Хелиума. Депин-сети набирают свои обороты, поэтому держу, вам того же желаю. Иду пить свой чайочек и кофеечек. Всем хорошего настроения, всем спасибо за просмотр, за ваши лайки, комментарии и подписки. Я вернулся в строй с энергией, с мотивацией клепать для вас крутой контент, мотивировать вас ходлить, а не спекулировать. И мы с вами увидимся уже завтра. Лайкос за видос, потому что дам вам похрептос. Все, друзья, и покупайте, если хотите, свой любимый Аптос. А я пока посижу в Саланке. Все, друзья, всем пока, до связи, увидимся уже завтра. Поздал, sir, sir, пока. Ну и... Ну и... Ну, 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 успокойся уже. Пока биткоин не обновит свой all-time high, никакого сильного... Был бы чай Салана, я бы тоже его закупал пачками. Яковенко, сделай чай с Салана. Мы будем просто пить каждый день на роликах чайочек с Салана. Идею дал, с тебя проценты. Пока! 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 Пока!